День предотвращения самоубийств. Наши телезрители узнают от специалистов межрайонного психоневрологического диспансера о причинах, которые могут повлиять на решение человека свести счеты с жизнью. А главное, услышат компетентное мнение, как помочь человеку, оказавшемуся в непростой жизненной ситуации, справиться с душевной или физической болью и преодолеть критическое состояние, удержать его у трагической черты. Иногда для этого достаточно набрать номер телефона доверия 160. По данным Всемирной организации здравоохранения, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем от внешних причин – войны, аварии и убийства. Ежегодно более 700 тысяч человек добровольно сводят счеты с жизнью. Каждая сотая смерть в мире – результат суицида. В Республике Беларусь самоубийство как причина смерти занимает четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и болезней органов дыхания. Ежегодно в мире кончают с собой примерно миллион человек. Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств проводит Всемирный день предотвращения самоубийств. Накануне этого дня мы побывали в межрайонном психоневрологическом диспансере, специалисты которого как раз и занимаются психическим здоровьем людей. В нашем диспансере имеется большое количество специалистов, которые могут оказывать проблемы по разным направлениям. Я знаю, что из самых актуальных – это суицидальное поведение населения. Так, в нашей службе имеется психотерапевт, который проводит консультирование семейное, индивидуальное по вопросам. Также есть медицинские психологи, которые помогают разобраться в личностных и межличностных отношениях. В структуре диспансера имеется телефон доверия, который занимает значительную роль в области дистанционного оказания психологической помощи населению. Мы имеем востребованную телефон доверия. Звонки круглосуточно идут, специалисты готовы помочь. Консультация специалистов бесплатная. Проблема суицидального поведения людей очень актуальна. Эта проблема не только чисто медицинская. Она носит биопсихосоциальный характер. Это наши отношения в семье, на работе, в коллективе, в обществе. Мы все являемся частичкой нашей страны, частичкой нашего мира. И понятно, что все незгоды, геополитическая нестабильность влияют и на эмоциональное и душевное здоровье. По статистике, самоубийства совершают до 80% психически здоровых людей. Остальные случаи связаны с наличием психических заболеваний, в том числе с приемом наркотиков и алкоголя. Что касается той же статистики, то в Пинском регионе за полгода совершено 13 самоубийств. А в среднем за год их совершается от 16 до 20. Проблема находится на контроле как руководства города, так и страны. И регулярно проводится обсуждение данной проблемы с выработкой конкретных путей решения и помощи для населения. Ни один отдельно взятый фактор не может в полной мере объяснить, почему человек совершил самоубийство. Портрет человека – это мужчина, как правило, мужской пол, порядка 67%, 70% – это лица мужского пола, среднего возраста, это около 50 лет, плюс-минус пару лет, как правило, не работающий или имеющий некоторые проблемы с алкогольной зависимостью или с иными веществами, вызывающими зависимость. К сожалению, случаи суицида среди подростков несовершеннолетних происходят, в том числе и на территории Пинского района случаются. Однако это, как Вы правильно отметили, подростковый, околоподростковый возраст, который характеризуется всем спектром эмоциональной нездержанности, психологических проблем. Ребенок пытается установить себя как личность, он пытается поставить свои границы. И что опять дает нам подход к тому, что надо смотреть вопрос комплекса. Особое внимание сегодня хотелось бы уделить проблемам суицидального поведения у подростков. Редко бывает, чтобы врач или психолог, работник службы спасения, педагог не столкнулись в своей работе с необходимостью остановить суицидента. К сожалению, очень трудно избежать трагических ошибок без достаточной подготовки. Подростки – вторая группа риска среди лиц, склонных к суициду. Переходный возраст, который сопровождается чувством одиночества, изолированности от коллектива сверстников, переживания первых эмоциональных привязанностей, как правило, несчастливых, а также конфликты в семье, давление со стороны родителей и общества – все это может заставить подростка задуматься о самоубийстве. Нельзя обесценивать ни один сигнал тревоги, который посылает подросток. Будь то, неважно, взаимоотношения с одноклассниками, несчастная, неразделенная любовь, какие-то проблемы в социуме, потеря друга, подруги, то есть, ну, я имею в виду прекращение дружбы, да, то есть, будь то, какое-то обзывательство, то есть, неважно, не стоит обесценивать любое проявление, любые сигналы тревоги подростка. Также это могут быть какие-то ситуации, связанные с тяжелыми, неисличимыми заболеваниями. Вот почему так важно обратить внимание на первые признаки суицидального поведения детей и подростков, чтобы не допустить, предотвратить трагические последствия. Об этом хорошо знает врач-психотерапевт Наталья Веремейчик. И главным в оказании помощи подростку Наталья Семеновна называет активное слушание. Это доброжелательное выслушивание другого человека, в частности, подростка, его не перебивая, без попытки стремления сразу же дать совет, позволяет остановить и вот как-то вот есть такой еще в психологии термин – контейнирование. То есть быть контейнером эмоций для другого человека. Каким бы пустяковым, на взгляд взрослого, не была проблема юного человека, он не должен оставаться в стороне от ее решения, оправдать доверие. Я на приемах вот очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда вот я спрашиваю у подростков, ну вот с этой проблемой обращались к кому-то, к родителям, говорили об этом, сказали, да, говорили, пытались говорить, ну а какая была реакция, ну так, ну ничего страшного, перерастешь. Ну и получается так, что обесценивание проблемы произошло, но сама проблема осталась. А что будет делать в такой ситуации сам, запутавшийся в жизни молодой человек? Не найдя поддержки у родителей, как у самых близких людей, которые вообще посланы в этом мире каждому человеку, он ищет ответы на свои вопросы в интернете, у друзей. То есть где-то в тех, скажем так, на тех площадках, на тех ресурсах, за качество которых мы не можем отвечать. И чаще всего это могут быть, даже вот в интернете встречаются какие-то, ну я бы назвала их экстремистскими, различные организации. Вот как раньше были «Синие киты», например, то есть которые, ну какие, которые вот прям вот призывали людей покончить жизнью. Все, что лежит за суицидом, за стремлением совершить суицид, это боль. Это серьезная боль, которая переполняет всю сущность. Что же должно насторожить взрослых? На какие изменения в поведении детей и подростков он должен обязательно отреагировать? Что служит тревожным сигналом для родителей? Первая особенность – сна и аппетита. Не пропал и аппетит. Не наоборот, может быть аппетит как пропасть. Может аппетит как усилиться, особенно как компенсаторная реакция, как заедание какого-то стресса, тревоги. Может быть еще особенности сна. Не стал ли ребенок больше спать, больше, чем обычно, либо наоборот меньше. Появилась бессонница, проблемы со сном, какие-то вскрикивания, просыпания. Если раньше, допустим, ребенок общался с друзьями, созванивался, ходил гулять, сейчас он стал сидеть, в основном проводить время в телефоне. Важно знать привычки и интересы своего ребенка, и тогда вы наверняка обратите внимание на то, что его что-то гложет и мучает. И тогда вы сможете оказать ему поддержку. А если не справляетесь, на помощь придут специалисты. Агрессивно стал отвечать, то есть то, что раньше у него не было. Либо ребенок стал высказывать какие-то мысли, например, о том, что вот бывает, что вот почему бы лучше бы меня не было, почему я только родился, зачем вы меня родили. Вот я сейчас пойду, выпрыгну в окно, и всем станет легче. Вот на эти фразы никогда не стоит не обращать внимания. Нужно всегда, вот только услышать эти фразы, уже не просто тревожные звоночки, это уже красная кнопка. Уже нужно записываться к специалисту, к психотерапевту, ну, в частности, здесь у нас в Пинске. Можно записаться ко мне на прием к психотерапевту, да, можно также записаться на прием к психиатру. Да, вот еще такой момент, мы говорим о подростках, это самоповреждающее поведение, то есть это порезы. То есть они могут быть как суицидальные, так и несуицидальные. То есть если у ребенка обнаружены на теле порезы, которые он наносит себе специально, то нужно тоже записываться на прием к психиатру. Ну, и там, естественно, ребенок будет обследован специалистами и психологом, и психиатром. Ну, и, конечно же, такому ребенку показана психотерапия. Только совместными усилиями психологов, педагогов и медиков можно достичь положительного результата в профилактике суицидального поведения среди детей и подростков. Мы должны активно научиться слушать и, главное, слышать наших детей. Для многих из них будет достаточно этого, чтобы не ступить за черту бездны. К сожалению, большая часть тех, кто умирает по собственной воле, при жизни не обращается за помощью к специалистам. Врачу-психотерапевту, врачу-психиатру, психологу. И это очень напрасно. Она будет грамотной, эффективной и поможет преодолеть боль и вернуть смысл и радость жизни. Суицид на самом-то деле или желание умереть не возникает прямо сейчас и здесь. Ну, наверное, есть такие случаи, но в подавляющем большинстве случаев всегда он накапливается, желание именно накапливается, а потом зреет какая-то стратегия, план и тому подобное. То есть вот в этот времени от начала проблемы до самого совершения суицида, ну или самоубийства, да, то есть есть время ему помочь. И, как правило, в подавляющем большинстве пациенты, ну или в данном случае люди вообще, в принципе, которые хотят умереть, они дают знаки, что мне нужна помощь. Помочь выйти из такого состояния поможет поддержка близких, друзей. Хорошее, доброе слово способно лечить души. Многие самоубийства совершаются импульсивно, на эмоциях, в момент кризиса. Первое, и, наверное, самое распространенное, это изменение. Изменение, любое изменение по факту. Изменение, привычное изменение уклада его реагирования, уклада жизни или реагирования на эту жизнь. То есть это такое, опять же, одно из заблуждений, что человек, который хочет умереть, все, у него там депрессивная симптоматика. Да, действительно, депрессия является одним из факторов депрессивного, вернее, суицидального поведения. Но по факту он может, наоборот, кардинально, изменится, стать веселым, расточительным, отдавать долги. То есть при этом при всем оптимистический уклад жизни показывать на самом деле. А по большому счету в глубине, вот есть именно там кризисное какое-то переживание, он просто уже для себя сформировал. Все, хочу умереть, например, я закончу все свои на этой земле, грубо говоря, проблемы или там вопросы закрою. И тогда мы будем умереть. Вот на это нужно обратить. Ну, во всяком случае, один из факторов является именно таким. Человек, желающий свести счеты с жизнью, испытывает невыносимую душевную боль. Ему настолько плохо, что он сфокусирован только на какой-то своей проблеме, на своем несчастье. Самоубийство кажется ему лучшим, а порой и единственным выходом. И одному ему не справиться с грузом переживаний. И рядом обязательно должен оказаться тот, кто поможет превозмочь захлестнувшее все его существо отчаяния. Как правило, суицидальное поведение, оно связано с какими-то кризисными переживаниями в жизни. То есть, если человек понимает, что его предыдущие модели поведения или его предыдущие типы реагирования не срабатывают, становится, как ему кажется, еще хуже, мы сейчас говорим про психологическую помощь, вот ровно в этот момент я бы рекомендовал как минимум обратиться за помощью к психологу. То есть, в нашем психонерологическом диспансере оказывается эта помощь. И, наверное, все люди, большинство людей, которые обращаются, ну, как минимум, находят выход из той проблемы или из того кризиса, или переживают тот кризис гораздо с меньшими потребностями, проблемами или с меньшими какими-то, скажем так, затратами, что ли, нежели если бы они это делали сами, без помощи специалистов. Причем психологическая помощь людям в межрайонном психоневрологическом диспансере оказывается как очно на приеме у специалиста, так и заочно по телефону доверия 160. У нас есть специалисты, которые работают на телефоне доверия. То есть, это так называемая дистанционная форма оказания психологической помощи. Она работает круглосуточно, туда можно позвонить по номеру 160. Это бесплатно, это анонимно. И в любое время дня и ночи вам постараются оказать ту самую помощь. Или, как минимум, точно скажут, куда обратиться, как обратиться, как быстро. Ну, это мы по-моему, за оказание той же самой психологической помощи. И психиатрической, но, опять же, я повторюсь, очень часто бывает фактором, один из таких распространенных факторов суицидального поведения – это депрессивное состояние. А депрессия – это не состояние такое, лайтовое, да? Это все-таки болезнь, которую необходимо лечить. Это нужно распознавать. Часто наши родственники, друзья, ну вот там, плохое настроение, плохое какое-то самочувствие, а это уже болезнь, которую, в принципе, психолог точно может определить, и он уже перенаправить, но может быть должен и может к психиатру. Если вы имеете дело с неуравновешенным, психически неустойчивым человеком, особенно наркозависимым или алкоголиком, то нельзя надолго оставлять его наедине с собой. Существует также возможность обратиться к специалистам. Заручившись помощью квалифицированного психолога или психиатра, вы сможете помочь своему близкому человеку справиться с депрессией и предотвратить суицид. Любой кризис имеет временный характер. Любой кризис. Выход из этого кризиса на самом-то деле зависит от многих факторов. И чем больше мы этих факторов, которые помогают выйти из этого кризиса, привлекаем, тем более качественно, быстро, эффективно выходит человек из этого кризиса. В частности, если мы говорим про психологию, психологи помогают человеку выйти из этого кризиса. Знаете, как говорят, со стороны виднее. То есть как раз таки психолог является человеком, смотрящим на проблему, проблему человека, который пришел в этот кризис проблему. Как бы со стороны. И зная какие-то особенности работы нашей психики, нашего головного мозга. То есть он может каким-то образом поспособствовать быстрейшему, ну и соответственно качественному выходу с этого кризиса. Качественно без последствий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА